как началось ваше утро а где-то 8 30 утра я выехала сюда на площадке сегодня у меня встречаюсь с декорациями что может заставить вас улыбнуться ой даже ваше лицо все что угодно расстроиться расстроиться у его знаете все равно как-то я борюсь с этой чувствительностью даже если криво повешено что в декорации меня можно забить с толку лучше песни о любви шипе конечно мы сейчас работаем земфирой и конечно все самые лучшие песни о любви последнего поколения мне кажется начиная от меня пятидесятилетний заканчивая десятилетними написала она пока еще не то лучше не написал вместо гениев ваканты а самое ностальгическое воспоминание из детства из детства ой но все равно мне помнится как я все время была у бабушки на всех каникулах и они меня звали с балкона например поужинать больше такого никогда не было а москва в трех словах ой москва москва это вот такой дом москва это все такое таинственное которое состоит из многих из многих коробочек которые каждый раз могут принести сюрприз какой-то фрагмент из фильма вообще я люблю москву а сейчас особенно она такая красивая это совершенно не реклама а искренне хорошо если не москва то какой город я очень люблю санкт-петербург но он связан у меня со многими людьми там таким как лёша балабанов как иосиф бродский и конечно париж париж тоже мой дом ваша самая сильная сторона моя сильная сторона это способность все-таки давать все до до финала вот например если мне кажется мне нужно пришло мое время умирать а мне не до снят у меня не до снят фильм или например что-то не не додела то я что делаю я я я откладываю свою смерть доделываю кино а потом собрав всех близких зачитав свое завещание я заканчиваю свой путь вы любите когда вам дарят цветы конечно я люблю я уже сказала что я люблю сирень я люблю флоксы которые выращивала моя бабушка и еще я люблю антикварные арт-объекты я может подарить такую штуку я буду счастлива или что нибудь более драгоценное тоже неплохо а как бы вы описали ваш стиль мой стиль вот сейчас мой стиль приближен все-таки к темному приближен к удобному мне нравится конечно чтобы я там могла как-то расположиться и чтобы он меня не обтягивал сильно сильно те времена короткого и узкого они прошли и я считаю что это как-то неадекватно слишком уж так молодиться и ходить когда-то в юности поэтому больше всего мне устраивает стиль вот моего любимого темно-гвассали я считаю что он делает специально платье как под меня и даже все наряды в наших фильмах и вот этот включая у нас все сделано дэмный темный гвассали который работает сейчас на боленсяге и его вот потрясающая марка отношение к моде моду нужно для тех кого нет воображения и и придумали чтобы как-то посоветоваться но другой стороны я считаю что это очень важный вид искусств самый великий кутюрье прошло а крестобаль боленсяга потому что такие невероятные у него лекала мадам грэ макуин конечно гальяна а любимые дизайнеры настоящего мой товарищ георгий рубчинский гоша рубчинский как его называлась марка и сейчас она куда-то он ее аннулировал делает что-то новое но его бы я даже назвала таким художником скорее арт деятелем может быть он когда-то будет снимать кино какой аксессуар вы носите годами вот бабушкина красные эти бусы вспомните переломный момент в карьере когда я познакомилась с кирой муратове я заканчивала сценарный факультет и сценарный факультет и тут мою мою работу да прочитала кир георгина муратова и я стала с ней работать это была такая моя мама она всему меня научила но не всему но очень многому и еще конечно в моей встрече с лёши балабановым это вот такие два выдающихся человека в моей жизни которые они прямо просто мне как родственники самые близкие мы до сих пор работаем с надей балабановой женой лёши балабанова это мои самые близкие друзья и соратники а еще что любимая книга ну я всегда любила всего чехова и томаса мана волшебную гору самое важное в дружбе важное в дружбе и все таки чтобы вы могли бы друг друга нащупать вы каждый день чтобы не терялись я здесь каждый день и буду долго еще до самого нового года а потом наверное еще после нового года и меня даже есть такая идея что может быть я здесь исправлю свой новый год сколько длится ваш съемочный день вы знаете от 12 до 20 часов никогда меньше 12 вы устаете я как вам сказать но если это усталость на съемках то она наоборот лечебная хотя бы я не принимаю снотворное и ложусь совершенно с чистой совестью засыпаю хотя сейчас у нас съемочной группе по моему все категорически мало спят по моему где-нибудь и вот я по четыре по три часа когда мне удается поспать 6 это круто самый любимый цвет черный зеленый у меня какая-то к нему это неизгладимая страсть как я всегда говорил во всех своих сценариях еще с верхучей и с чешуей вы любите собирать гостей но если это хорошие люди до обожаю я вот уже все планирую свой день рождения потом я планирую новые года это ж надо же до целое как сказать действо кого собрать ваше тотемное животное ой боже мой как это ни странно но мне нравятся вороны еще мне нравится ну скорее все таки если говорить про тотемная именно вот можно что-то связанное с вороном любимое время года ненавижу жару так что все-таки зима иногда какая-то осень но зима у меня в приоритете чтобы было холодно и много снега у вас есть фобии фобии не даже обидно но у меня нет фобии на что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве у вас такой ненатуральный голос стал был у вас как-то по на по натуральней раньше ля-ля-ля-ля-ля как-то не очень хорошо подготовлены по тематике какой вопрос на что в первую очередь обращаете внимание при знакомстве так на голос конечно какой совет вы бы дали себе в начале карьеры ой начале карьеры конечно не отказываться от многих работ например от работы с кирой муратовой мы с ней остановили однажды наше знакомство это было совершенно трагическое решение то что я не снялась двух фильмах у лёши балабанова меня приглашал на груз на морфий и мы планировали с ним сделать вот этого последний фильм и я просто разговаривала с ним буквально за может часов за 10 до его смерти и мы совершенно не собирался как говорится умирать и у меня был какой-то проект очень много всяких жалко предложений от которых я отказывалась поэтому нужно быть конечно жадным к работе и быть все таки более 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 не стесняться и предлагать себя во всех работах вот так скажем великие режиссеры по вашему мнению но все те же которых я перечислила били валер эрнст любич самый любимый самый великий на мой взгляд это конечно фитерико хеллини и я очень люблю барна ты я очень люблю фильм александрова я очень люблю некоторые фильмы тарковского один моих самых любимых фильмов это фильм зеркало который снял один из моих самых любимых операторов ты георгий иванович верберг если бы вы выбирали другую профессию то какую я бы хотела быть например художницей или какой-нибудь международной как говорится международные деятельницы по аферизму и кажется сейчас бы я была бы иметь расстреляна повешена или бы я была бы быть миллиардер же но спроси меня что-нибудь последнее о чем ваш будущий фильм одним словом одним словом этот фильм про любовь про любовь и про то что она какая-то идеальная моя версия любви но самое интересное эта версия со мной случилось и я вот совершенно искренне снимаю как сказать честную сказку о любви которая бывает и без которой нам невозможно жить и что чудеса случаются и что я в каком-то смысле прибыла наверно правда из сказки вы верите в сказки сказки я бы сказала только сказки так все а а